Вот, к примеру, на уровне сборной, там у этих людей, в принципе, у них есть какие-то свои финты, какие-то удары характерные. Ну, у нас обычно бывает теория, на которые нам показывают основные моменты. Конечно, каждого не запомнишь, но стараешься запомнить стиль игры. Любит ли команду бить, издалить больше, любит ли она там возиться с мячом. Ну, какие-то общие моменты такие запоминаешь. Потому что, ну, каждого игрока запоминает, ну, нереально, наверное. И неизвестно, выйдет он, не выйдет. Ты будешь, бывает, часто готовишься, там, ну, как просто много раз встречалось, там, тренер говорит, вот, там, тот игрок очень опасен, там, надо все против него. Выходишь на игру, его нет, и все. Команда не знает, что делать. Хорошо. А что самое трудное в жизни голкипера? Вот, может быть, предсезонные сборы, может быть, ну, вот, может быть, состояние после ошибки. Они, ну, вот, ваши ощущения. Что, вот, самое трудное для вас, по крайней мере? Для меня предсезонные сборы. Потому что, ну, как, в России, когда в Англии было, нет, там, там, 40 дней, и все, ты... Вот, кстати, как они умудряются сохранять такую физическую форму? Мы сейчас в одном вопросе уже несколько захватываем. Англичане, когда смотришь футбол, особенно, не обязательно в премьер-лиге, потому что, когда играют там лучшие, да, понятно, там, Манчестер, Арсенал, там, Челси и так далее, там это один футбол. А когда играют вот средние клубы, или вот часто показывают, там первая лига играет, между собой, да, там бешеный темп, мяч практически не останавливается, вот это все происходит. Как им хватает физики, когда они играют фактически два мяча в неделю? Наверное, это же заложено как-то в генах по англичанам, и какая-то другая ментальность, потому что, если бы, ну, кто играл там, тот знает, как они тренируются, что это... Они не тренируются, они просто готовятся к игре, там, основные игроки бывают, отыграл игру, день отдыха, потом, второй день, там, просто втягивается, там, пробежка, там, третий день у него что-то болит, он приходит на предыгровую, там, чуть-чуть размялся, и опять, там, выкладывается на все стороны следующего. Для того же российского, там, понимания, это вообще нереально, как так можно готовиться. Ну, наверное, значит, комментария какая-то другая, как-то все думают они по-другому, относятся к игре по-другому, потому что на игре они молодые, действительно, все сто. У вас есть локиперы, которые для вас, вот, кажется, лучше? Ну, на данный момент, как бы, нет, но в свое время мне это Шмахель, он очень нравился, как бы, был моим, можно сказать, примером. Ну, Шмахеля тоже были и удачные мочи, и очень удачные мочи, но вот мощь этого голкифера, конечно, была видна, да? Ну, не столько, может, как там, ну, как вратарь, но не столько, сколько по игре там, может, он там был хорош, именно вот сама, как стать, я не знаю, как он в воротах смотрелся. Вот такая энергетика, которая идет, которую он заряжает, да, 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 я говорю, он производил впечатление в воротах, вот, именно тем, что команда верила в него. И, когда из этого уже, как бы, защитники чувствовались намного увереннее, ходили вперед и так далее. Кого из форвардов вы считаете таким вот самым опасным для голкипера? С кем удалось поиграть, или, может быть, вот в каком-то представлении, против кого неимоверно сложно играть? Против кого поиграть, это было все очень просто, но я не знаю. Вот кто запомнился больше всего своей предсказуемостью, может, какой-то своей? Очень понравился ли Шеррер. А, он Шеррер? Да, он из-за какого-то, да. В Нью-Каспель он уже играл? В Нью-Каспель, да, он играл на пункт, да, я, если кто-то, что-то ослал. Как бы, он мне нравился всегда, как нападающий, но когда против него сыграл, я понял, что вот он настоящий нападающий, в плане том, что он немножко гадкий такой, где-то подденет, что-то зацепит, но в то же время очень умный игрок. Он забил гол, били штрафной, но он просчитал, что стенка будет прыгать, ударил под стенку. Ну, такой вот, запомнился. Олан запомнился тоже, там, ходил пару раз против него играть, быстрый, я даже, наверное, как-то, как-то, как-то немножко затухл его карьера после твоей травмы, там, и, ну, когда бы я против него играл, то на самом, на самом пике. Ну, вот сейчас, опять вернемся к матчу Борсенов на Арсенал, Месси, конечно, первый гол, который он забивал, это, опять, шедевр, очевидно, когда он просто элегантно перебросил голкипера, потому что большинство игроков, наверное, постаралось сразу ударить в ворота. Когда смотрел, даже, если честно, вначале я не понял, что он перебросил, а потом, на повторе, уже видно было, что он перебрасывал сознательно, перебрасывал, да. Ну, это игрок от Бога не играл. Ну, на данный момент кто лучше? Криштианова? Ну, наверное, сейчас, Месси, и, конечно, кажется, что не еду. То есть, вполне справедливо отдали ему, потому что претендовали на звание лучших игрока еще два испанца, Иньеста, Хави. Наверное, это, наверное, все-таки пало в среднее время, Месси, и Месси. Месси, конечно, да, но мне вот кажется, что Иньеста и Хави вот вместе, да, они заслужили, если бы взяли бы, дали им один на двоих, мне кажется, они бы его заслужили, потому что Испания, как бы, и чемпионат выиграла, и они блистали, они гол, главное, соорудили, победили. Ну, а про уровень игрового интеллекта, в принципе, тут тоже речь и нет. Вообще, вся эта Барселона представляется как какая-то команда из будущего. Нет, на команду настоящего. На которую очень многие ориентируются. Как дела со сборной? Я знаю Александра Петровича достаточно давно, и он очень хорошо относится лично к вам. И вопрос в том, что у нас есть, в принципе, варень сейчас, но, по крайней мере, у вас по-прежнему остается открытая дверь к сборной. Вы в Сталине не объявляли, что вы заканчиваете со сборной и готовы еще играть, если позовут. Я разговаривал с Петровичем на эту тему, как бы он дал понять, что он рассчитывает еще на меня, на то, что играет Ваня. Ну, Старков такой человек, как он сначала поставил Ванину и считает, что у него один вратарь, не любит тасовать карты, как говорится. Играет, играет. Удовлетворяет тренера вратаря. Я ничего не могу поделать с этим. Ну, в любом случае, если будет постоянная практика, если вы останетесь в порядке и отыграете сезон в Балтике, я больше чем уверен, что человек с таким опытом и прошедший через огонь, воду и все остальные трубы, обязательно нужен сборной. Я, конечно, хочу нашей сборной пожелать всяческих успехов, но вот мне интересно, как вы расцениваете такой азербайджанский виток карьеры Александра Петровича и многих наших футболистов, которые сейчас там играют в Азербайджане. Там тепло, хорошо, нефть никогда не заканчивается никогда. Все еще более лучшей жизни? С одной стороны, у нас сейчас разъехалось много молодых игроков по заграницам, но в основном, как говорят, ближе к зарубежке. То есть в Польше играют, вот Зюзин уехал, в Жилину, в Словакию, да, он уехал, но худо-любедно Жилину в Лиге чемпионов выступает. Не, ну, я говорю, конечно, очень сильное финансовое положение всех команд. В Латвии было, в прошлом году, как Паша. Ну, не отходит без добра, с одной стороны, зарубежный опыт, безусловно, обогащает игроков, мне так кажется. И сборная Латвии, видите, достигла своего пика, когда вы участвовали в чемпионате Европы, и многие игроки за рубежом играли. Ну, одно дело играть в Латвии, это дело, наверное, играть в Азербайджане, все-таки есть разница. Несмотря на то, что там есть даже такие команды с названием «Интер», например. Я думаю, что все-таки уровень-то было разного. Кстати, вот в Балтике уровень, ну, я не знаю, как в Азербайджане платят деньги футболистам и сколько, догадываются, что там, наверное, не так плохо, поскольку туда многие едут. И, например, Александр Петрович принял предложение. Но вот в Балтике, если сравнивать, например, ну, я не прошу назвать цифру, ну, примерно, вот уровень зарплаты, по сравнению с надвистскими клубами, в вас столько раз он выше. В Балтике и в Латвии? Да. В Балтике, поверьте, я пошел туда не из-за финансовых, как, чтобы решать мои финансовые вопросы какие-то. Там очень скромные деньги. Просто там тренер, который захотел бы ему выбиться. А кто тренер? Францев Сергей Сибиревич. Просто он, я когда был в Рубине, он работал с дублем Рубин. Как бы он меня знал, когда я на предложение к кандидатуре, он сразу согласился. Без просмотра, без всего. Второй тренер, Сергей Николаевич, Александр Николаевич Горбачев. В транзите работал, как бы он меня знает, видел. Директор, я не директор. Горбачев, генерал, гвардиас, я меня помню прекрасно. Гвардиас? Да, да, да. Прекрасно меня помню по чемпионату России. Как бы все люди знали меня, видели и были не против, что... А кто из игроков сейчас в Балтике, достаточно известных игроков, собирается, создается новая команда, но информацию показывает. Картонистов, наверное. Картонистов, конечно. Картонистов, наверное, самая известная. Больше, наверное. Ну, так, в котором там. До этого, чтобы я слышал, как-то не слухало, наверное, все-таки больше нет. Ну, есть очень хорошие ребята, там достаточно опытная команда. Многие играли в хороших полах. И высшие ливы тоже не играют. Достаточно квалифицированная команда. Как вам сам город? Ну, если честно, там только один день был. Один день, да. Когда я написал контракт, когда я особо не успел прогуляться. Но сборы проходили с командой и все? Ну, уже двое сборов в Турции. Ну, я приехал буквально на днях только со сборов. Дали нам четыре выходных. И в воскресенье или темвене отчетные сборы. Ну, это уже последние сборы, да? Да, последние сборы перед чемпионатом, чемпионатом. Четвертого отель начинается. Сразу с выезда в Красноярске. Ну, это проблема летать. Ну, это честь жизни, конечно, футболиста. Ну, да. Ничего не поделаешь. Мне кажется, по-большому счету разобраться раз в месяц летать, ну, это не так много. Тем более, там идут парные выезды сразу. Получается, пять дней ты, например, дома играешь в игры, и потом там две с половиной недели ты дома. Так что я думаю, это не очень страшно. Да. Ну что, я хочу поблагодарить Александра Калинкова за очень интересную беседу. Александр, я пожелаю успехов лично вам, вашей команде. Будем следить. И когда появятся результаты, мы вас обязательно поздравим еще на беседу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.